9 мая Тверетяне вместе со всей страной будут праздновать 70-летие Великой Победы. 16 декабря наш город отметит еще две важные даты. 74 года со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков и 45 лет с момента появления обелиска Победы. Несомненно, к этим датам все памятники должны быть отреставрированы. Работы по приведению обелиска в порядок начались не с самого монумента, а с прилегающей территории. Не так давно здесь прошли субботники. Со склонов были спилены кустарники и посажены тюльпаны. Сейчас рабочие приступили к главному – благоустройство территории около Вечного огня. Очень много жалоб от ветеранов и просто от граждан поступало по состоянию лестницы, ведущей к Вечному огню. Именно на лестнице будут уложены клинкерные ступени. И чем они хороши? Тем, что они являются противоскользящими. Ремонтные работы будут иметь комплексный характер. В обязанности подрядчиков входит замена декоративной плитки, система освещения и косметический ремонт самого обелиска. Стоимость всех работ составляет 4 миллиона рублей. В эту же сумму входят и затраты на высадку деревьев и кустарников. По задумке организаторов, зеленым украшением обелиска станут сортовые клёны. Кроме этого, сейчас уже входят тюльпаны, они будут приведены в порядок. Будут высажены кустарники, обрамлена площадь кустарниками и травянистыми растениями. Основные ремонтные работы будут завершены 6 мая, но успеть все к намеченному сроку рабочим не удастся. Из-за погодных условий и технических сложностей часть из них, к примеру, установку системы видеонаблюдения, будет доделана после праздника. Но самое главное событие произойдет точно в срок. Тверетяне вновь услышат стук в сердце павших солдат. 9 мая после долгого умолчания забьет метроном. Более того, каждый час здесь будут звучать траурные мелодии, напоминающие горожанам о нашей великой победе и о тех, кто сложил головы ради нее. Екатерина Карпова, Юлия Ильичева, Руслан Попов, Рентовый пилот.